Девушки отдыхают Ребят, а какой ваш любимый супергерой? Железный человек Тор А я Тор Ребят, а вы знаете настоящих супергероев? Героев Великой Отечественной войны? Нет, не знаю Сейчас я и мои друзья расскажем вам про героев Великую Отечественную войну Была самая короткая ночь в году Люди мирно спали и вдруг война, война 22 июня 1941 года на нашу родину напали немецкие фашисты Напали словно воры, словно разбойники Они хотели захватить наши земли, наши города и села И наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами Началась Великая Отечественная война Она продолжалась 4 года Нелегким был путь к победе Враги напали на нас неожиданно У них было больше танков и самолетов Наши армии отступали Бои шли на земле, в небе, на море Миллионы людей В том числе и дети трудились у заводских станков и на полях страны Советские люди, Советский Союз Так называлась в те годы наша страна Делали все, чтобы остановить фашистов Даже в самые тяжелые дни они твердо верили Враг будет разбит Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди Защищая от фашистов родную землю Василий Зайцев знаменитый герой Сталинградской битвы Из своей снайперской винтовки он уничтожил 300 фашистов Неуловим для врагов был Зайцев И пришлось фашистским командирам вызывать из Берлина знаменитого стрелка Вот кто точно уничтожит советского снайпера, подумали они Но вышло все наоборот Зайцев убил берлинскую знаменитость 301-й, сказал Зайцев Была великая московская битва Фашистские танки рвались вперед На одном из участков фронта дорогу в Оргут переролили 28 героев-панфиловцев из дивизии генерала Панфилова Десятки танков отбили бойцы Танки все шли и шли Изнемогали бойцы в бою Все же не оступили в этом страшном сражении И не пропустили фашистов в Москве Во время битвы при Сталинграде множество русских солдат совершили свои подвиги Один из таких подвигов совершил рядовой связист Китая Во время битвы прервалась связь с одним из артиллерийских полков Он выпал с подогнем, чтобы найти место порыва провода и починить его Но в момент, когда он нашел место порыва, он был ранен смертельным осколком снаряда Но солдат не растерялся и сжал полпровода зубами Тем самым восстановил связь и помог победить битву Много смертей принесла нам война 12 солдат-грегорянов были членами большой армянской семьи Служили в одном отделении Вместе ушли на фронт Вместе отстояли родной Кавказ Вместе со всеми пошли вперед До Берлина дошел один Погибли 11 После войны жители города, в котором жили григоряны В честь героев посадили 12 тополей Выросли теперь тополя Стоят они ровно в ряд Словно солдаты в строю Высокие и красивые Память вечная григорянам Ребята, вы знаете, что не только взрослые, но даже подростки и дети воевали с врагом Даже были награждены медалями Так Валентин Котик, мальчик 12 лет, был отправлен и воевал с врагом За что 15 лет получил медаль за героя Советского Союза Смотрите, а в Севастополе жил рядовой пулеметчик Пулеметчик Он точно разил врагов Однажды он один остался в окопе И принял неравный бой Он был ранен Контужен Но, защитив свой окоп, он уничтожил доста фашистов Ему присвоили звание Герой Советского Союза Звали пулеметчика Иван Богатырь Интересная у него фамилия, правда? Да Вы знаете, что во времена Великой Отечественной войны на таком же истребителе летал советский герой Алексей Моресьев И он получил травму, ему пришлось ампутировать две ноги Но врачи восстановили, сделали протезы И он продолжал бои, он на истребитель за штурвалом сбил три вражеских самолета, один Шли последние дни войны Тяжелые бои велись на улицах Берлина Солдат Николай Маслов на одной из берлинских улиц Рискуя своей жизнью под огнем врага Спас маленькую немецкую девочку Война кончилась В самом центре Берлина, в парке на Высоком Холме, стоит памятник советскому солдату Стоит он с спасенной девочкой Герои, герои, подвиги, подвиги Их были десятки, сотни, тысячи Прошло 75 лет с той страшной поры, когда на нашу страну напали фашисты Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов Всех тех, кто принес нам победу Поклонитесь героям Великой Отечественной войны Героям Великой войны с фашистами Папа, теперь мы знаем, кто такие настоящие супергерои Я хочу на них быть похожим Я хочу И мы тоже хотим быть героями Я! Он супергерой! И я хочу стать таким же настоящим героем, как они И я, и я тоже хочу стать настоящим героем Редактор субтитров А.Семкин